друзья всем привет вы на канале вяжем дома и сегодня я покажу вам как связать вот такой вот классный узор спицами вы на фото видите как можно из него связать таким узором можно связать варежки может быть в одном рапорте он смотрится как-то может быть не очень неказисто но изделие из него получается супер помимо варежек можно связать также и шапку можно связать снут сделать целый комплект и главное что этот узор получается достаточно такой плотный он достигивает полотно значительно стягивает за счет вот эти вот снятых петель но как раз для зимнего времени будет идеально раппорт этого узора равен 22 петелькам для вязания по кругу набрать количество петель кратное 22 для вязания поворотными рядами еще плюс 2 кромочные то есть для одного раппорта я набрала 24 петли вот так вот его выглядит изнаночная сторона и так давайте приступим к вязанию я вам покажу как вязать поворотными рядами по кругу вязать точно так же единственное изнаночные ряды провязывающих в 1 и сейчас дойдем я сейчас объясню и так давайте раппорт первого ряда не первого сначала нам нужно провязать один установочный ряд в начале я его провяжу изнаночными петельками полностью весь и вязать и рапорт начнем со следующего ряда если вы вяжете по кругу то вот этот вот и установочный ряд можно провязать просто лицевыми петельками итак первый ряд вяжем кромочную петельку снимаем затем нам нужно две петли перехли перекрестить наклоном влево для этого правой спицей подхватываем вторую петлю вот так вот сзади сначала нам их надо поменять местами обе петли сняли сначала на левую спицу одели первую петлю затем 2 мы их поменяли местами и провязываем сначала одну лицевую затем вторую все две петельки переклись перекрестили с наклоном влево затем одна лицевая затем опять две петли перед перекрестить влево нужно вторую петельку подхватываем и обе снимаем одеваем сначала первую затем вторую и обе провязываем лицевыми второй раз перекрестили 1 лицевая третий раз перекрещиваем все делаем то же самое с наклоном влево обе провязали перекрестили 1 лицевая четвертый раз перекрещиваем затем не провязывая лицевой сейчас провяжу затем больше лицевой нет сразу же делаем перекрещивание с наклоном вправо вот она у нас вот здесь сначала шли все с наклоном влево и тут же с наклоном вправо для этого меняем местами следующим образом петли правой спицы и подхватываем спереди вот так вторую петлю обе снимаем сначала одеваем первую левую спицу затем вот эту и провязываем двумя лицевыми 1 лицевая затем опять перекрещиваем петли с наклоном вправо с наклоном вправо эту вот вторую петлю прихватили обе сняли со спицы затем по очереди обе одеваем и провязываем их лицевыми 1 лицевая опять перекрещиваем петельки с наклоном вправо 1 лицевая 2 1 лицевую провязываем и последний раз перекрещиваем знакомым вправо перекрестили и кромочная петля мы провязали это первый ряд разворачиваем вязание и по изнаночной стороне вяжем следующим образом кромочную петельку снимаем и у нас такой раппорт 1 изнаночная одну петельку снимаем не провязывая нить перед работой затем 2 изнаночные петлю снимаем сначала одну нить перед работой до сняли петлю нить перед работой опять 2 изнаночные затем у нас вот это вот середина узора где мы сразу же с наклоном вправо знакомым влево делали их обе петли снимаем затем вяжем 2 изнаночные петлю снимаем 2 изнаночные петлю снимаем 2 изнаночные петлю снимаем 1 изнаночные и кромочные петли мы в общем снимаем петлю ту которая вот такая вот вытянутая это идет вот это вот если вы вяжете по кругу то вы получается вот эту вот вытянутую петлю снимаете нить за работой 1 смотрите 1 лицевая одну петлю сняли 2 лицевых одну сняли нить за работой 2 лицевых одну петлю сняли в общем так лицевые провязываем лицевыми а вот это вот вытянутую петлю мы снимаем не провязывая нить за работой это если вы вяжете по кругу а так первый ряд тоже самое вяжем третий ряд кромочную снимаем 1 лицевая затем опять нужно перекрестить влево вот у нас эта петля вытянута еще влево и перекрещиваем точно также 2 подхватываем обе петельки снимаем и провязываем обе лицевыми 1 провязали 1 лицевая затем опять перекрещиваем 2 перекрестили 1 лицевая и третий раз переклее перекрестили затем 4 лицевых 1 2 3 4 все и теперь вправо перекрещиваем нас перекрестили 1 лицевая следующую пару петель вправо перекрещиваем 1 лицевая и кромочная петля разворачиваем вязание и вяжем четвертый ряд кромочную петельку снимаем и получается 2 изнаночных одну петлю снимаем нить перед работой не провязывая 2 изнаночных петлю снимаем нить перед работой 2 изнаночных петлю снимаем нить перед работой затем 4 изнаночных 2 3 4 петлю снимаем нить перед работой 2 изнаночных петлю снимаем нить перед работой 2 изнаночных петлю снимаем нить перед работой 2 изнаночных и кромочная петля это мы провязали 4 ряда вот у нас как видите уже получается затем вяжем пятый ряд кромочную снимаем и провязываем 2 лицевые и затем опять эту петлю перекрещиваем влево меняем их местами провязываем лицевыми 1 лицевая опять меняем местами провязали 1 лицевая опять меняем их местами провязали 2 лицевые ибо опять будем менять только с наклоном вправо уже в обратную сторону поменяли 2 провязали 1 лицевая опять петельки меняем провязали 1 лицевая и опять меняем в конце 2 лицевые и кромочная петля так вот у нас они получаются разворачиваем работу и вяжем шестой ряд кромочную снимаем следующую петлю также снимаем не провязывая нить перед работой 2 изнаночные петлю сняли 2 изнаночные петлю сняли 2 изнаночные петлю сняли 2 изнаночные петлю сняли и кромочная петля все это был заключительный шестой ряд вот так вот выглядит один рапорт высоту узора очень очень простой здесь принципе не нужна никакая схема все запоминается сразу же потому что всю по рисунку видать где куда что вот эти вот петельки и за счет этих снятых петель узор получается очень очень плотным особенно если связать если в мериносик добавить мохера или связать из альпаки составили просто или с чистой альпаки или в составе 10 альпака получится очень очень теплые зимние аксессуары на этом у меня все всем пока